приветствую вас на первом циничном канале и сегодня я объясню что значит если женщина говорит я тебя разлюбила очень частое явление зачастую именно так заканчиваются отношения все ничего не могу с собой поделать я тебя разлюбила нам надо расстаться и вот тут мужчина начинает бегать как вошь на гребешке думать что же я сделал не так что же я вот напортачил то как бы сделать так чтобы она меня обратно полюбил и у нас все было как прежде начинает унижаться пытается вырулить что-то хотя сам толком не понимает что потому что по факту ничего и нет просто переведу значение этих слов и уже сделаете сами выводы ну некоторые выводы все-таки порекомендую так вот что нужно понимать в первую очередь потом я назову 7 основных причин по которым ну такие слова возникают но что главное нужно понять любовь в нашем понимании ну как она доступна мужчинам женщинам как правило недоступна то есть то что она вас любила это в ее понимание может быть но если бы понимали значение этих слов то вы бы бежали наверное роняя тапки просто задайтесь вопросом вы ни разу в нее не вкладывались то есть начиная с первого свидания вы нигде за нее не оплачиваете было бы это любовь то есть вас бы любили до этого понимаете чтобы что-то перестать делать надо делать сначала и чтобы разлюбить надо изначально любить а вас любили задать этим вопросом и вот я уже сказал пример вы не вкладывали ни копейки там затраты пополам почему один человек должен обеспечивать другого и так далее вы не были шутом не поясничали перед ней не пытались заинтересовать заинтриговать и так далее вы примерно столько же проявляли интереса к отношению сколько она то бишь примерно столько же извинялись если были неправы сколько она то бишь нисколько как правило неважно косячит не косячит как это пацаны не извиняются но в данном случае девки не извиняются то есть ну то же самое не нравится сваливай то есть вы бы также относились к отношению что ну хочешь заинтересуй меня ну если у вас так было вот может быть у вас конечно не так но как правило это так то есть не поясничали не платили допустим если у вас госбрак вы бы отказались идти в загс то есть отказались бы чтобы ваше имущество что считалось совместно нажитым и так далее. То есть давали бы ровно столько, сколько вам дают. Что бы было? Вас бы любили? У вас бы вообще какие-то отношения были? Дошло бы до этого, что у вас сыпятся отношения сейчас? Или их бы изначально не было? Что скорее всего? Но тем не менее, это просто риторический вопрос. Тем не менее, какие основные причины? Я сказал, я их назову 7 штук. Причина первая. Есть Васек на стороне. И этот Васек, мало того, что он есть, во-первых, он готов обеспечивать на лучшем уровне, чем вы. По крайней мере, он этим погрозился. Выгорит, не выгорит, это она еще может не знать. Но он, скажем так, произвел впечатление, что будет обеспечивать лучше вас. И второе, этот Васек против, чтобы ему перепадало по статчиному принципу. То есть параллельно с вами. Если бы он был не против, такое явление тоже часто бывает, были бы отношения параллельно с вами, и скорее всего вы бы и не знали. Может быть вам бы потом подложное отцовство сделали. Ну, короче говоря, был бы он параллельно. Зачем, как говорится, один кусок бросать, когда появляется другой, больший. Только если этот кусок ставит условие, что вот тот откидывать. Я буду, как говорится, на лучшем уровне обеспечивать. Это первая причина. Причина вторая. У Вас ухудшилось материальное положение. Конкретно у Вас. То есть все было хорошо, но Вы заболели, у Вас доход пропал, Вы не можете найти работу. Короче говоря, Вы стали хуже обеспечивать. Это вторая причина. Все очень банально. Причина третья. Она более редкая. У нее каким-то образом улучшилось материальное положение. Не знаю, наследство перепало, что-то еще. Ну, кроме Васька. Один вариант я уже сказал, это Васек не против обеспечивать. Не знаю, карьера у нее поперла. То есть у нее улучшилось материальное положение. Это намного реже. Потому что даже улучшение материального положения, оно как бы не предполагает отказ от халявы. А Вы для нее именно источник халявы. Поэтому это, пожалуй, самая редкая причина. Третья. Скорее вторая. У Вас ухудшилось материальное положение. Дальше. Причина четвертая. Есть некто, кто намного ближе ей, чем Вы. Вообще оцените, насколько Вы ей были близки в этих отношениях. И сколько перед Вами людей было намного ближе. Например, ее мама, которой показалось, что Вы ей не пара. Она достойна лучшего. Вот. Она достойна там короля, принца и так далее. То есть ей мать выпилила мозги. Что давай с этим придурком разбегайся. Ее подруги, которые тоже сказали, что ну со своей внешкой ты достойна олигарха. И так далее. То есть, скорее всего, в Ваших отношениях, Вы были там вместе на каком-то цатам. Вы-то, может быть, считали, что ой-ой-ой, я, как говорится, для нее весь мир, да, весь мир. О, там помойка у меня за окнами стоит. Ну, в некотором смысле она часть мира. И в некотором смысле я выстраиваю с ней отношения. Вот. Я туда каждое утро выношу пакет мусора кидаю. Ну, вот примерно Ваше место могло быть вот на уровне, вот такие же отношения у Вас могли быть. Вот это причина. Причина пятая. Тебя банально терпели ради денег. Но ненависть победила. То есть, ей нужны были деньги, какие-то ништяки от тебя, но при этом она тебя ненавидела. Просто играла демо-версию, а сейчас уже, ну, не может человек долго играть. Невозможно быть всю жизнь актером. Когда-то надо и своей жизнью пожить. Она просто не может тебя дальше терпеть. Вроде бы и халява нужна, но, соответственно, вот так. То есть, изначально отношения были именно с Вашими деньгами. Это пятая причина. Дальше. Халява стала 99-процентной. То бишь, на начале отношений ты обеспечивал, обеспечивал, по идее, обеспечение должно было расти. И самое главное, ничего взамен. Изначально там кружка кофе, кафешка, потом подарочки. Дальше, дальше, дальше. ЗАГС. По факту ей уже прилипло там твое имущество. Может быть. Но тут вдруг ты сказал, солнышко, освари супчику. Понимаете, халява должна быть, каким признаком должна отвечать? Во-первых, она должна постоянно расти. То есть, если первый раз это кружка кофе, потом это жратва в ресторане, потом это подарки, потом это ЗАГС, когда, в принципе, все Ваше имущество становится, де-факто, ее. Все, что Вы зарабатываете. Но! Это первый признак, что халява должна расти. Второй признак. Халява должна быть стопроцентной. А Вы что-то попросили взамен. Пусть даже несопоставимо. Пусть даже вообще просто. Все, понимаете? Что значит тебе? Там поток идет только в одном направлении. А Вы хотите маленький поток сделать в другом направлении. Попросить ее что-то для Вас сделать. Это уже трэш. Это уже, даже если там идет просто, не знаю, река Волга, а обратно речка Вонючка должна пойти. Нет. Только туда. Это просто бьет по ее самолюбию. Все подруги начинают высмеивать. Говорят, ты что, ему кухарка что ли? Только в одну сторону. Только в одни ворота игра. Это шестая, собственно, причина. Ну и седьмая причина. Это просто манипуляция. То есть, в общем-то, с Вами не обязательно будут разбегаться. Но Вы должны расшибиться в лепешку и доказать, что Вы ее достойны. Все. Начать больше обеспечивать. А каким образом? Показать. Больше обеспечивать. Больше унижаться и так далее. Завоевать обратно, так сказать, извиниться непонятно за что. И завоевать обратно ее любовь неземную. Короче говоря, Вы должны повысить обороты. Должны повысить выработку. И тогда она, может быть, подумает. Вот, друзья. Собственно, вот эти причины. В основном. Там, если не брать какие-то второстепенные, третьестепенные. Они являются главными, основными. И поэтому не ломайте голову. Какие выводы из этого следуют? Не ломайте голову. Что я сделал не так? Да все нормально Вы сделали. Единственное, что Вы ненормально сделали. Изначально с ней связались. Не посмотрели, ну, кто или что рядом с Вами. Поэтому единственный вывод, который из этого стоит делать. Каким образом не допустить создания иллюзии в дальнейшем? Вы создали себе иллюзию. Вот сейчас Вы увидели правду. Каким образом не вляпаться в нечто подобное в новых отношениях? Если Вы планируете эти новые отношения? И самое главное, подумать, а нужны ли Вам эти новые отношения? С учетом вообще как бы статуса нынешнего общества, вообще морального облика нынешнего общества, шанс, что при поиске новых отношений Вы найдете что-то такое или еще хуже, он близок к ста процентам. Поэтому даже не только не создать иллюзию в новых отношениях. Нужны ли Вам эти новые отношения? То есть это очень-очень большой вопрос. И над ним стоит думать основательно и в первую очередь. Ну вот, как говорится, ларчик просто открывался.